Здравствуйте! Преподаватель кафедры теории и практики физической культуры, спорта и туризма Нурмагомет Валия Ляйскин-Дирвина, кандидат экономических наук, доцент кафедры. Дисциплина финансово-хозяйственная деятельность туристских предприятий. Тема сегодняшнего занятия – финансовые правоотношения, денежные потоки и методы их оценки. Понятие содержания субъекта классификации финансовых правоотношений. Финансовые правоотношения – это урегулированные нормами финансового права и общественного отношения, участники которых выступают как носители юридических прав и обязанностей, реализующие и содержащиеся в этих нормах предписания по образованию, распределению и использованию государственных денежных фондов и доходов. Как и любое другое правовое отношение, финансовые правоотношения возникают между определенными субъектами по поводу конкретного объекта и имеют содержание, раскрывающиеся через соответствующие права и обязанности его участников. Отражая общий характер, присущий любому правовому отношению, финансово-правовое отношение имеет специфические признаки, обусловленные особенностью сферы их возникновения. Финансовые правоотношения отличаются тем, что они возникают в процессе финансовой деятельности государства. Одним из субъектов этих правоотношений всегда являются полномоченный орган государства, финансовый орган, кредитные учреждения или высшие мерные местные органы государственной власти. Всегда возникает по поводу денег, денежного платежа, доход государства, государственного расхода. Эти три отличительные черты, рассматриваемые в их совокупности, ограничивают финансовые правоотношения от других правоотношений. В финансовых правоотношениях, как правило, отчетливо выступают два правовых элемента. Это государственно-властные и имущественные. Эта деятельность основывается на государственных актах, в то же время мобилизация и расходование государственных денежных средств представляет собой деятельность материального и имущественного характера. Поэтому финансовые правоотношения являются властными и имущественными отношениями. Субъекты финансового правоотношения следует различать различные понятия, как субъект финансового права, субъект или участник финансового правоотношения. Субъект финансового права – это лицо, которое обладает правосубъектностью, то есть потенциально способное быть участником финансовых правоотношений. Субъект финансового правоотношения – это реальный участник конкретных правоотношений. Юридические правообязанности в сфере финансовой деятельности принадлежат субъектам финансового права. Субъектами финансовых правоотношений могут быть физические лица, юридические, государственные образования, муниципальные и местные образования. Особенностью финансовых правоотношений является то, что одним из субъектов этих отношений обязательно должен быть соответствующий орган государственной власти, либо государственные или другие образования в целом. Финансовое правоотношение не может возникать между физическими лицами, между юридическими лицами, которые имеют организационно-правовую форму, базирующуюся на частной собственности, а также между данными юридическими отношениями. Субъективный состав финансового правоотношения является видом финансовых правоотношений. Структура финансовых правоотношений – это субъект, то есть физические и юридические лица, государственные и другие образования. Объекты – это денежные фонды государственных образований, а также юридических и физических лиц. Содержание совокупности правообязанностей и ответственности субъектов финансовых правоотношений. Основание возникновения изменений и прекращения финансовых правоотношений. Юридические факты. Метод финансово-правового регулирования. Способы защиты финансовых правоотношений. Особенностью финансовых правоотношений является обязательный субъект финансовых правоотношений, которых является государство. Обязательным субъектом финансовых правоотношений является денежные фонды. Финансовые правоотношения возникают в процессе перераспределения денежных фондов. Финансово-правовые отношения, особенно налоговые, они более подвержены законодательным изменениям. В зависимости от институтов и подотраски финансового права классификация финансовых правоотношений представляет собой В правоотношении возникают в сфере государственного страхования, в сфере государственного кредитования, в сфере государственного финансирования, налоговые правоотношения, правоотношения, которые возникают в сфере денежного обращения, правоотношения, возникающие в банковской сфере и валютные правоотношения. По характеру они делятся на материальные, через которые реализуются правообязанности субъектов финансового права, процессуальные, в которых выражается юридическая форма реализации материальных правообязанностей субъектов финансового права. По субъектному составу – финансовые правоотношения с участием органов власти, финансовые правоотношения с участием органов местного самоуправления. В зависимости от источников правовых норм регулирующих финансовые отношения, они регулируются исключительно нормами финансового права и регулируются нормами отраслями права. По особенностям объекта они делятся на имущественные и неимущественные. Имущественные – это непосредственно деньги, налог, бюджетные кредиты. Неимущественные – связанные, являются те отношения, которые являются проектами бюджета, законами бюджета и подвержены финансовому контролю. 1. Правовое регулирование в сфере финансовой деятельности осуществляется посредством источника финансово-правовых отношений, соглашений, налоговых кодексов. 2. Условия возникновения изменений и прекращения финансовых права и отношений, которые происходят при наличии четко определенных правовых норм и условиях юридических фактов. Возникновение финансово-правовых отношений обычно осуществляется на основе правового нормативного индивидуального юридического акта. Таким нормативным актом в области финансовой деятельности является закон о государственном бюджете, который принимается ежегодно. Индивидуальным нормовым актом является финансовый орган гражданина о необходимости уплатить какой-либо налог. Изменение финансового права отношений не может быть произведено по воле избирательных участников. Оно совершается на основе нормативного акта в связи с изменением предусмотренного фактов и событий. Прекращение финансового права отношений наступает во многих случаях. Наиболее из них такие частые, как погашение финансовых обязательств в результате уплаты суммы в срок или взыскание просроченных платежей. Выполнение заданий по государственным доходам, по бюджетам, небюджетным доходам. Использование выданных бюджетных ассигнований. Осуществление компетентными органами права взыскания. Прекращение права отношений по налогам с населением. Это может быть переход на пенсию, призыв в армию. Изменение финансовых правоотношений, оно не может быть произведено во излиянии их участников. Оно совершается на основе нормативного акта в связи с изменением предусмотренных фактов и событий. Лекция закончена. Спасибо за внимание.